Крыса-мутант, у которой хана задницы. Ну, сама скажи. Это крыса, у которой нет хвоста. Да, и у которой скоро не будет изобедренных суставов. Реально настоящий манкс. Да. У тебя какой красивый. Да, хороший крыльчик. Что видел ты, не видел рай? Богатство и зло в монет. Ситроша, долбанатик, едет в гости. Ну, в смысле, как в гости. Едем пилить зубы. Угадайте, кому? Никогда не угадайте. Мы едем к Наде и Руслану. Едем в фонд помощи, московский. Тоже по спасению животных, тоже крыс. Вот, заодно увидите в гостях. Ну, если мне разрешат, конечно, снимать. Хотя, кто-то спрашивает будет. Да. В общем, едем, да. Подпиливают зубы, потому что этот придурок зуб сломал. Поехали. Что? Не придурок? Извини. Отрастил. Отрастил. Нет, ну, сломал, отрастил, перерастил, да. Едем с нашим чудовищем. Что-то там. Вот. Чудовище не едет. Нет, это любимая жена, да. Едем к Надежде Руслану. Едем в дружественный нам приют. Да, крысиный тоже. И нам там будут подпиливать зубы. Ну, то есть не нам, а крыси, да. Извиняюсь, но не получилось поснимать именно прям там что-то подпилку и так далее. Это, ну, да. Вот. Мы находимся, в общем, в приюте, да, вот у Надежды и Руслана. Как у вас приют называется? Лариска и Ко же, да? Да, Лариска и Ко. А вы его не переименовывали? Лариска и Ко. Вот, собственно, сама Лариска. Руслан там после... Представь свой приют в конце месяца. Московское сообщество спасения декоративных крыс или Лариска и компания. Лариска и Ко. Нашему пасюку уже все подпилили. Он там сидит сейчас в кислороде, отдыхает. Сейчас чуть-чуть поподснимаю. Ребят, просто реально не было времени и как бы не до этого. Чуть-чуть покажу, а там сами посмотрите, кто захочет. Реальный натуральный манкс. Покажи жопу. Вот. Это натуральный, это не рубленая, не рубленая крыса. Вот крысочка после операции, вот у Нади тут она опропейирована, удаляли опухоль. Но вот это вот реальный манкс. Ну, это, в общем, крыса-мутант, у которой хана задницы. Ну, сама скажи. Это крыса, у которой нет хвоста. Да, и у которой скоро не будет изобедренных суставов. Реальный настоящий манкс. Да. Смотри, как агрессивая. Да, хорошая крыточка. Я думаю, наверное, это самое важное, Дарюша. Это что? Это вот такое вот, что экстренно схватил и сделал. Это вот такая мизерная часть на экстренный случай. Просто... Это мини-аптечка. Это мизерная. Это мини. Это мизерная. Это нано-аптечка. 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 Это нано-аптечка. Да, я не знаю просто. Ребята, я не знаю, стоит это показывать. Нет? Это основная, да? Это основная аптечка, здесь тоже не все, сразу скажу, есть препараты, которые мы не показываем, которые у нас используются в достаточно редких случаях, это не для всех людей. Я не хочу в глубину показывать, ты тут совсем что ли? Здесь все необходимые препараты, растворы, и то не все. Мама, я хочу так же. Вот так выглядит, ну да, здесь немножко бардак, но потому что что-то пополняется, что-то убирается. Мы не просто приют, мы занимаемся лечением, мы занимаемся небольшими операциями, поэтому у нас должно быть лекарства на все случаи жизни. Ну я смотрю, у вас есть. Плюс, во-первых, мы знаем, что сейчас лекарства и пропадают, очень много, поэтому у нас всегда запас на несколько, хотя бы на полгода вперед. Ты уверен, что это полгода, это пол лет на 10? Ты знаешь, пусть оно будет лет на 10, но когда ко мне приедет тяжелая крыса, я всегда ей смогу помочь. А мы, если что, стырить. Да. Кстати, да. Да. Мы, конечно, делимся лекарствами с другими приютами, с другими фондами, потому что бывает, что лекарство достаточно редкое, и его нет в России, допустим, на данный момент. Или его очень мало. Естественно, мы всегда делимся. Не только даже в нашем городе, Москве, иногда бывает, что мы отправляем лекарства в другие города и приюты. Чтобы понимать, да, ну, у нас вы видели, собственно, а вот, а вот у них. И это не все. Это далеко не все. Это четверть, ребят. Это четверть. И, кстати, аппарат. УЗИ на дому. Да. Представляете? Нам подарили. Подарили УЗИ. Обалдеть. Я в шоке, честно. Я не пожалел, что приехал. Это кто? Это у нас девочка. Она у нас из Орехово-Зуевской клетки, тех, что нашли в подъезде. Там было... Слушай, а я, по-моему, читал что-то такое. Да, там было 14 крыс. Среди них, что удивительно, был лонг-кастрат. Меня это поразило больше всего, как вообще уже лонгов выкидывают, кастратов просто в подъезд. Я уже привыкаю к такому, но все равно. Девочка вот у нас была стерилизована. Она уже нашла свой дом. У нее есть уже хозяйка. Вот ждем, пока мы зарастем. И поедем... И поедем домой. Да, и поедем домой. Мышка очень лезучая, хорошая девочка. Нам удивительно повезло. Там вообще очень хорошие крысы. В этой Орехово-Зуевской клетке. Да? Что тут у нас? Здесь крысочка, большая крысочка. Здесь 6 ОМЖ. Я бы сказал, объемная. Да, большая, большая мышка вот такая вот. Сколько отрезали? 6 штук. Сразу. У вас остается ли куда-то? Нет. Она вообще крысоохозяйская, но... Вот. Она хорошая. Это девочка. Это девочка. Это девочка, да. Это девочка, вот такая тут. Большая, большая девочка. Большая. Тебе ее красивую, да. Ну, ребятки, я не буду все показывать. Ну, вот, хотя бы девочку вот покажу. Да, вот эта легендарная крысочка. Ну, говори сама. Это просто... Расскажу вам про крысу-легенду. Это первый анастомоз. Сшили кишечник. Крысочка маленькая. При этом она прекрасно пережила операцию. Сейчас покажу, что здесь... А там вообще шва даже не видно. Да. Операция идеальная вообще. Ребятки, я добавлю. Я видел весь процесс операции. Мне показали фотографии. И я, честно, в шоке. Я в шоке. Потому что это настолько миниатюрная операция была. Ну, я просто сам, как медик, я понимаю, что это такое. И это легендарная крыса. А ребята просто молодцы. Спасибо. Мы постараемся и дальше им помогать. Чем можем. Крыса клевая. Да, крыса очень клевая. Вы себе оставите. Да. Не отдам. Не отдам. Она классная. Ну, блин, ну, это... Еще, не могу. Я бы все-таки еще добавлю. Потому что, ну, вы просто реально, вы не видели, что было с этой крысой. Если я... Ну, YouTube просто заблокирует фотографии, операции. Но просто поверьте мне, это очень-очень-очень сложная операция была. И крыса выжила и чувствует прекрасно себя. Ну, кто понимает, тот поймет. Вот такая вот ленингарная крыса. Блин, я ее хочу. Но ты не отдашь. Не отдам. Не отдам. Не отдам. Подписчики нашей группы могут узнать этих ребят. Их выкинули в прошлом году в ведре. В маленьком ведре. А, я читал. Замурованных, да. Вот это... Ой, блин, такая кошмар вообще просто. Да, да, да. Вот как раз... Я там сидел, бомбил. Один из этих братьев. У него была кастрация. Ну, как можно такого красавца выкинуть? Ну, вы чего его... Вот, и он тоже готовится у нас в новый дом. А, все, его берут? Да, да, да. Он будет вместе с братом жить с дамой сердца. Ой, господи. Да, вот таким он. Музык. Слушай, какой он красивый. Да, очень красивый. Сейчас у меня рука начнет трястись. Ну, он такой гладенький. Такой нос. Такой нос. Ты чудо. Вот я умею крысов заглаживать. Да. Я. Вот. В принципе, кастрация прошла удачно у нас. Все хорошо. Как видите, крыс живой, здоровый. Все хорошо, все в порядке. Ай, куда пошел? Будем жить, хозяйку нашли. Да. Вот так вот. И, собственно, наша чудоваша. Я тебе прыгнул. Ну, а с этой чудовостью, вот все. С подпиленными зубами. У нас все прекрасно. Скажи, что там у него было? Зубы переросли. Переросли. Верхние зубы. Нижние зубы. Нижний зуб перерос. И один был сломан. А нижняя губа натянулась на нижний зуб. Ну, вот с губу-то я снял, а вот с зубами подпилить уже сам. Ну, никак. Нет, губа все равно была надета во время того. Была? Значит, второй раз ее надел. Ну, да. Ну, просто без кровавого надел. Слава богу, я кронечко ее вытащил. То есть, все прекрасно у нас. Все из наркоза вышли. Едем домой. И дома там еще подведу. Зубы хорошие, красивые. Куда дел? Не скажу, а то вдруг понравится. Спер, зубы спер, зубы спер. Те, сладкие. Главное, что вот эти зубы нам отдавала зубы, да. А ей зубная придет. А эти не отдают. У него, на самом деле, зубы немножечко нижние сыпучие такие. Поэтому им на высоких оборотах дремеля нужно подпиливать. Именно на высоких оборотах. Да-да-да, ребят, еще повторю. Подпиливать, не подрезать. Нет. Подпиливать. На вонякалка домой приехала. Ой, как ты на вонякал. Ой, на вонякал. Мы вернулись. Пизать. Конечно. Сейчас я тебе пацанам верну. Они сейчас люлей вкатят. Люлей вкатят, где был? Че делал? Пойдем. Поехали. Пацан вернулся. Пацан вернулся. Там что-то Климент доедает. В общем, ребятки, все нормально. Зубы подпилили. Да, травмы уже были. То есть у него уже язык был поврежден. Поцарапанный. И губа у него опять насадилась. В общем, все, все, все хорошо. Теперь будем следить. А вы что вылезли? А вы что вылезли? Вы же не ездили. Идите вон у него спрашивайте. Меня-то что спрашиваете? Так что, да, спасибо. Спасибо, Ларис Кейко, за помощь. Потому что, ну да, ну, ротологи наши в отпуске. Ну, собственно, вот такой вот был видосик. Вон, Ситро. Вот пасюки. Я доволен. Будем смотреть, наблюдать, чтобы у него опять зубы не переросли. Ну, а если вам было интересно видео, то обязательно поставьте лайк. Да, подпишитесь. Кстати, подпишитесь, не забудьте, потому что многие смотрят видосы, не подписываясь. Это нехорошо. Это нехорошо. Нужно подписаться, собственно. Ну, а желающие помочь нашему приюту всегда могут это сделать под видео в описании. Да? Всем пока-пока. Да, вот, 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 да, собственно, ну, как всегда.